Я предлагаю нам послушать заявление Путина и перейти к разговору. Заявление касается вопроса о том, что Россия готова и дальше продолжать переговорный процесс. Завершающее. Пожалуйста. Алексей Головков, Телеклама Россия. В западной прессе появились сообщения, что якобы после швейцарской конференции по Украине западные страны хотят провести еще одну конференцию в Саудовской Аравии. Там уже пригласить туда официально Россию, чтобы показать Москве якобы консолидированную позицию и уже приступить к каким-то переговорам. Вот, Владимир Владимирович, если такое продолжение поступит, будет ли наша страна участвовать в этой конференции? И если да, то на каких условиях? Мы пока... Сейчас нет ответа, потому что я не знаю, о чем идет речь. Вот они говорят, мы сейчас не готовы приглашать Россию, а потом будем готовы. А мы никогда не отказывались. Ни сейчас, ни потом, ни годом раньше. Мы же сказали, что мы готовы. Не мы перестали вести переговоры. Нам сказали, что все, больше с вами переговоров вести не будем. Я хотел бы тут начать, наверное, с темы того, что они апеллируют к стамбульским договоренностям, что якобы эта история была для Украины выгодная, рабочая. Вот Украина сама от нее отказалась по приказу наших партнеров. Ну, как они это преподносят. И вот давайте с этого начнем. А был ли у Украины шанс, хотелось бы нашим зрителям в который раз это объяснить и противодействовать вот этим тезисам, о которых говорит Путин. Ну и дальше очень интересно заглянуть в тему саммита мира. Ну и последующее ответвление, которое возможно в этом отношении. Ну, во-первых, мы имеем дело с случаем так называемого вранья устойчивого, которым занимается Путин. Ну, на самом деле, я уже устал поздравлять Путина с Аврамши. Потому что Путин по-прежнему исходит из той абсолютно ложной интерпретации, что якобы приехал в Киев Борис Джонсон, сказал, что не надо переговоров, уходите, надо воевать, и поэтому делегация украинская покинула после этого стамбульские переговоры. Это вранье, потому что, ну, просто по факту. Это чисто законы физики, законы так называемые, а не за тропией времени. То есть причина никогда не может быть после следствия. Причина всегда до следствия. Борис Джонсон, это просто, ну, физические факты. Борис Джонсон приехал на несколько дней позже, после того, как украинская делегация уже покинула переговоры. Поэтому появление какие-то слова в Киеве Бориса Джонсона никаким образом не могут быть причиной покидания украинской делегации переговоров. Так что это Путин очередной раз соврал. Причем он врет по этому поводу постоянно. Вот, это что касается стамбульских переговоров. Теперь, что касается сегодняшней позиции. Для Путина очень характерна, ну, такая попытка изобразить из себя голубя мира. Мол, он готов к переговорам в любой момент. Зачем это делается? Для того, чтобы прежде всего каким-то образом скомпрометировать Киев, попытаться изобразить Украину в качестве кровавого ястреба, который не хочет мириться с таким совершенно сезакрылым головем Путиным. В действительности, ну, более-менее очевидно, что в нынешней ситуации, когда происходит уничтожение мирных городов Украины, когда Россия оккупировала значительную часть украинской территории, продолжают воевать, любые разговоры даже о переговорах, которые будут со стороны Украины поддержаны, они приведут к тому, что достаточно стремительно исчезнет западная помощь. То есть это выгодно. Сам факт начала переговоров означает исчезновение западной помощи, потому что на Западе существует достаточное количество людей, которые вообще не в восторге от того, что страны Европы и Соединенных Штатов Америки помогают Украине. И помощь, естественно, тут же прекратится. После этого, как уже многократно бывало, война продолжится, но уже на условиях гораздо более невыгодных для Украины. Украина останется без оружия наедине с вооруженным до зубов врагом, которое превосходит на сегодняшний момент Украину в несколько раз по всем параметрам. Что касается позиций, то Путин же заявлял о своей позиции, на каких условиях он готов вести переговоры. Стартовые условия – это то, что за Россией остаются все захваченные территории. Причем даже если брать совсем такие детали очень важные, это то, что по конституции российскими территориями являются и столичные города Запорожской и Херсонской областей, то есть Херсон и Запорожье, которые в настоящий момент находятся под законной властью украинского правительства. То есть эти города с живыми людьми должны быть переданы под власть оккупантов, что абсолютно невозможно. Ну и в целом, еще раз хочу подчеркнуть, что в данном случае передышка, конечно, выгодна Путину, после чего 100% гарантированно будет продолжена война. Но война будет продолжена с противником, который сможет перевооружиться, перестроиться и провести какое-то пополнение рядов, пополнить свое вооружение и начать войну в новых выгодных для себя условиях. Поэтому вот все эти... Да, ну и, естественно, самое главное, это то, что в результате этого все договоренности о поставках вооружения, о помощи Украине, они будут прерваны, потому что... Ну а чего тогда? Все сторонники, так сказать, прекращения помощи, они воспрянут, вся путинская агентура, она будет активизирована, получит дополнительные аргументы, то есть и европейские, и американские партнеры в общем не будут особенно возражать. Ну хорошо, если они там договорились уже, зачем тогда помогать Украине? То есть на самом деле это путинский план, это ловушка, в которую, конечно, Украина не пойдет. Это достаточно очевидно. Но дискредитировать вот этот саммит мира Путин старается достаточно эффективно. И в частности, этому же, на это же нацелена и распространяемая фальшивка о том, что... о нелегитимности Зеленского. То есть на самом деле в эту фальшивку, конечно, никто не... На эту фальшивку не ведется никто ни в Украине, ни на Западе, но, знаете, как вранья много не бывает. В этом случае это один из принципов путинской информационной войны. Если говорить о саммите с точки зрения Соединенных Штатов, а точнее того, что наш президент прокомментировал потенциальный невизит, скажем так, неприезд Байдена на саммит мира, он сказал, я бы очень хотел, чтобы Байден присутствовал на саммите мира. Я считаю, что это не очень сильное решение, ну, в контексте, что если он там не будет, неприсутствие Байдена будет лично аплодировать Путин. И тут, конечно, возникает вопрос. А какие цели преследует Байден, не приехав на этот саммит? Ну, здесь все как раз очевидно. Я не думаю, что Байден имеет какие-то особые цели по поводу этой конференции. Для Байдена сейчас совершенно очевидно, он это не раз уже подчеркивал всем своим поведением, для него приоритетом являются его выборы. И он действительно сейчас занят своей избирательной кампанией. Украина не входит в число самых первых приоритетов для американского президента. Можно к этому относиться как угодно, но это факт. Поэтому об этом, собственно, сказал и Блинкин, когда говорил об участии Соединенных Штатов Америки в саммите мира. Он говорил о том, что мы поддерживаем Украину, мы будем с Украиной заключать долгосрочные соглашения, обязательно будем ее поддерживать. Но вот сейчас самое главное – это выборы. Главное – победить на выборах, потому что если на выборах победит Трамп, то тогда вообще о какой-то поддержке Украины речи быть не может. То есть на самом деле вот такая позиция. Позиция очень уязвимая, но это позиция президента Соединенных Штатов Америки, и надо просто ее принимать как факт. Можно осуждать, можно возмущаться, но это просто исторический факт. Здесь нет, с моей точки зрения, здесь нет никакого влияния Путина. Это внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах Америки, и просто, как обычно, внутренняя политика для Соединенных Штатов Америки является приоритетом. Это было всегда, здесь нет ничего нового. К сожалению, это вот то, что… И вы знаете, я не уверен в том, что надо как-то очень-очень драматизировать. Вот приедет Байден, не приедет. В общем, ну да, конечно, с участием президента Соединенных Штатов Америки эта конференция была бы более увесистой. Но сказать, что вот это какая-то трагедия, вот я лично не разделяю вот этот драматизм, потому что, ну, будет Байден участвовать в этой конференции, не будет он участвовать в этой конференции. В любом случае, на содержание это вряд ли скажется. Ну, а самое главное, я выскажу свое убеждение, я не раз уже даже в наших с вами беседах, по-моему, говорил о том, что, конечно, это важно, то, что будет происходить в Швейцарии в следующем месяце, но я бы все-таки не переоценивал. Я думаю, что события, так сказать, самые главные события происходят сейчас и будут происходить на поле боя. А что касается конференции, то это, ну, это важная, важная вещь, это влияние, в основном влияние на общественное мнение. Понимаете, какую бы резолюцию ни приняла, какую бы позицию ни приняла эта конференция, вопрос будет решаться на поле боя. Ну, а в любом случае, вы же только что продемонстрировали позицию Путина, ему, строго говоря, наплевать на решение этой конференции и его подход будет неизменен. Он будет стоять на том, что все, что наше, то наше, а все, что ваше, тоже завтра будет наше. Это примерно имперская позиция России при Путине. Она не изменится никогда, ни при каких обстоятельствах. Изменится ли позиция наших партнеров в отношении ударов по российской территории? Потому что сегодня, допустим, издание Билт нам уже продемонстрировало некую ситуацию, где пишут, что Украина самовольно использовала Патриот и сбивала объекты над территорией России. Из-за этого произошел, я так понимаю, некий конфликт, гневные звонки и угрозы прекратить помощь. Вот глядя на эту картину, мне кажется, все-таки не разрешат. Что вы думаете? Я думаю, в конечном итоге этот запрет будет снят. Вопрос, когда? Вот недавно состоявшиеся дебаты в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, когда были парламентские слушания с участием Блинкина, доказали, что на самом деле публично даже озвучить этот запрет невозможно. Потому что даже Блинкин, который связан, безусловно, дисциплиной, он сказал, что в ответ на заявление конгрессменов заявил о том, что, безусловно, Украина имеет полное право использовать это оружие в том, как оно считает нужным. Это позиция Блинкина. Такая же позиция главы генерального секретаря НАТО Йонса Столтенберга. Такая же позиция Великобритании. Такая же позиция Швеции. Ну а что касается Билл, что касается Шольца, то да, Шольц всегда, в общем, самым последним сдается, так сказать. Он всегда стоит на крайне умеренной позиции. Мы помним его отношение к выделению, предоставлению леопардов. Тоже после долгих-долгих упрямств и после долгих уговоров он сдался и Украина получила леопарды. Так что я думаю, что эта позиция будет изменена. Тут самое неприятное заключается в том, что, с моей точки зрения, опять-таки здесь вопрос внутренней политики. Я думаю, что администрация Соединенных Штатов Америки сейчас старательно подсчитывает, сколько голосов она потеряет и сколько приобретет в результате вот такого шага, отмены этого запрета. Просто проблема заключается в том, что очень многое решает электоральная ситуация, а настроение в Соединенных Штатах Америки изменилось с начала войны. Ну, по крайней мере, для очень многих американцев проявилось то, что эта война не их, что это чужая война, что, так сказать, они не должны в этом участвовать самым непосредственным образом. А все-таки удары по российской территории, они так или иначе, конечно, втягивают Соединенные Штаты Америки в эту войну. Вот именно попытка просчитать электоральные последствия и сдерживает администрацию Соединенных Штатов. Это очень плохая история, потому что это означает, что до выборов, может быть, этот запрет не будет обменен. Но, тем не менее, я думаю, что, понимаете, вот что такое запрет? Здесь надо отдельно разобраться. И там публикация в БИЛД – это одно дело, все-таки желтая пресса есть желтая пресса. Но на самом деле, что такое этот запрет? Этот запрет, где он? Он прописан как в какой-то бумаге. Это какой-то контракт. На этих снарядах написано, что они должны летать только на территории Украины. Или что? Что из себя представляет этот запрет? И что он включает в себя? Потому что, на самом деле, когда мы говорим о том, что Украине запрещено бить по территории России, простите, по Конституции Российской Федерации, Крым – это территория России. Однако никто не возражает против того, чтобы наносились удары по военным объектам в Крыму. Можно, конечно, оговорить, что по международно признанной территории России. Но и в этом случае, понимаете, наносятся удары по Белгороду. Но, в общем, особых каких-то проблем здесь тоже не возникает. То есть, на самом деле, этот запрет, он какой-то пунктирный. Он растворяется в воздухе. Непонятно, что он из себя представляет, хотя бы по той простой причине, что он действительно нигде не прописан. И вообще, на самом деле, кто наложил этот запрет? Вот это тоже вопрос. Ведь кто, при каких обстоятельствах, и с какой формулировкой, и с какой мотивацией наложил этот запрет? Это тоже какая-то такая вот тайная история. Кто конкретно? Какого рода переговоры послужили основанием для того, чтобы этот запрет был наложен? На каких условиях? С какой мотивацией? Это все ничего неизвестно. Поэтому, я думаю, что в значительной степени вот уже через какое-то время Украина в состоянии будет, ну, по крайней мере, хорошо, не американским оружием, так британским, не британским, так шведским. И там тоже есть дальнобойные ракеты. Я думаю, что такая возможность тоже будет существовать. Ну, а уж предоставление самолетов F-16, вообще непонятно, каким образом соблюдать этот запрет. Они что, должны кружить только над границей Украины? И если летит какой-то объект, то надо внимательно следить, чтобы он оказался над головами украинцев, и только так там его сбивать, для того, чтобы он упал на голову украинцам. Но это безумие. Поэтому, я думаю, что в целом надо выводить эту проблему на, во-первых, публичную дискуссию. Это важно. И второе, ну, я думаю, что... Я все-таки думаю, что этот запрет будет отменен. Игорь Александрович, спасибо за ваше мнение и за эти комментарии. Для нас всегда очень ценно. Спасибо вам. Спасибо, удачи вам, вашему каналу. До свидания. До свидания, взаимно. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, долучався до нас. Тональность, особенно европейских политиков и Майка Джонсона, кстати, которого российская пропаганда сделала лоббистом производителей Атакамс. Ну, в общем, в Европе слова звучат чем дальше, чем жёстче. А вот в Штатах как-то, ну, я бы не сказал, что чувствуется вот это то, что называется принятие главного политического решения, что делает темно с Россией и так далее. Вот по вашему мнению, что у вас происходит? Вы за то, чтобы Атакамсы летели на военные аэродромы Воронежа или нет? Да. Ну, я бы, честно говоря, бил не только по Воронежу и по этим шестибашням вот этим кремлёвским, не задумываясь. Это надо было бы делать давненько. Речь о другом, ребята. Первое. Конечно, на оказание помощи Украине, на риторике прежде всего, сказывается предвыборная кампания. Она очень сказывается. И чем ближе к 5 ноября, очень важному историческому моменту, который будет касаться не только Америки, ну и остального мира, тем больше пытаются политики отходить от внешнеполитических вопросов. На то много причин. Обывателю сегодня важнее то, что происходит в Америке. Цены продолжают расти на товары первой необходимости, то есть инфляция продолжает медленно, но так вот уверенно идти вверх. Вот это очень важно. Это с одной стороны. С другой стороны, положение на границе с Мексикой ничуть не улучшается. Как проходили тысячи-тысячи нелегальных иммигрантов, границу с Мексикой так и продолжают. Причем самое интересное, что контингент иммигрантов нелегальных, он меняется в пользу не латиноамериканских, из латиноамериканских стран, а из Китая, даже из России. Вот это очень интересно. Так вот, и плюс к этому, конечно же, преступность как последствия всего этого. Поэтому обывателю сегодня важны на первом месте приоритеты внутренние. Вот мной вышеперечисленные. А вот Израиль, Украина, это все на втором месте или даже на десятом. Вот это одна из причин. С другой стороны, внутри политической элиты раскол. Причем, с одной стороны, надо быть откровенным. Я это говорю не потому, что я республиканец. Я вам прямо скажу, что по сей день, даже после визита Блинкина в Киев, где он просветился еще, знаете, засветился тем, что еще играл на гитаре, как видите ли, как в свое время Клинтон на саксофоне, а потом этот злополучный Будапештский меморандум, который нам по сей день боком обходится. Так вот, Блинкин, приехав из Киева, открыто, я подчеркиваю, обратился к Байдену с тем, чтобы тот разрешил применение, во-первых, увеличение поставок ракет большого радиуса действия, атакам с радиусом 300 и более километров, и их применение на территории России. Ответа от Байдена до сих пор нет. Я не думаю, что он будет положительным. Почему? Потому что Байден не принимает решение. Там принимает решение Обама. А Обама – это лидер прогрессистского права, такого крайне левого крыла демократов, которые давят на Байдена с тем, чтобы он заканчивал войну путем переговоров. Сегодня с Путиным и даже с Хамасом в Израиле. С тем, чтобы демократы, которые проигрывают по опросам, по всем параметрам, и по экономике, и по преступности, и по нелегальной эмиграции, и многому другому, поэтому демократы сегодня говорят Байдену, заканчивай войны, мы должны прийти к 5 ноября, как партия мира. Это будет в нашу пользу. Я вам напомню, еще не исключено влияние на Байдена того движения среди леволибералов, которые говорят, а может быть с Путиным нам будет лучше, чем с тем, кто придет после Путина. Мы не знаем, кто придет после Путина. Да и вообще, зачем нам нужно, чтобы Россия разваливалась? Если она развалится, там непредсказуемые явления политических, глобального характера могут быть. Например, отколется от России ряд регионов российских. А если не отколется, они окажутся в руках Китая. А Китай еще опаснее, чем Путин, к примеру, вот такой. Они уже говорят, мы не говорим о том, что может произойти с ядерным оружием, которое может оказаться в руках исламистов, или еще неизвестно кого. В общем, вот такие жуткие, отвратительные доводы, они еще имеются в головах тех, кто по сей день имеет влияние на Байдена. Вот такая у нас ситуация, друзья мои. И тем не менее, я оптимист. Почему? Во-первых, есть двух партийное единство в Конгрессе. В том, чтобы Украине помочь, чтобы она победила. Что мы имеем в виду победила? Во-первых, мы имеем в виду тот закон, который принят в Конгрессе по оказанию помощи Украине в объеме 61 миллиард. Причем, я говорил в прежний конферк, повторю еще раз, он остается в силе, и по сей день о нем говорят в политической элите. О чем? О том, что поменяла стратегия оказания помощи Украине, которая впервые сегодня гласит оказать помощь Украине до полной ее победы. Только так. До сих пор оказывание помощи Украине было, производимое Байденом, на условии, что будем, вот цитирую, мы будем оказывать помощь Украине настолько, насколько мы можем. отвратительно и преступно это было. Сегодня другой подход, друзья мои. Не случайно в этом законопроекте, потом ставшем законе, республиканцам и тем же Майком Джонсоном внесено предложение о поставках Украине атакомцев большого радиуса действия. Речь идет о радиусе действия 300 и более километров. Это не случайно. Это очень важный фактор. И, конечно, поступили первые 100 атакомцев, их мизер, их должно быть тысяча, во-первых. Во-вторых, сегодня ситуация такова, что республиканцы берут вот этот аргумент оказания помощи Украине до полной ее победы как главный козырь. Точно так же, как оказание помощи Израилю в победе над Хамасом до полной победы. Главным козырем в своей внешнеполитической деятельности. Я вам напомню о трех майках, которые постоянно давят на Байдена. Речь идет о Майке Макколе, председателе комитета по иностранным делам, Майке Роджерса, председателе комитета по вооружениям и Мак Тернер, комитет по разведке. Вот эти три майка. И я еще раз повторю, отдам должное и лидеру демократов в Нижней Палате Хакима Джеффрису, который поддерживает вот эту стратегию. Это очень важно, ребята, очень важно. Причем вы посмотрите, что происходит? Значит, леволиберальное крыло демократов давит на то, что в колеблющих штатах их где-то 6-7 набирается, Байден проигрывает Трампу, хотя незначительно, и тем не менее проигрывает, и они говорят, что если ты не будешь заканчивать войну сегодня, прекратив оказывать помощь Украине и Израилю, то мы, они имеют влияние, между прочим, вот в колеблющих штатах, в основном, вот в Мичигоне и в Миннесоте, к примеру, там, где исламские общины преобладают, имеют большой вес, кстати. Так вот, они говорят, что считают, что 5 ноября будет нами проиграна, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, будет поражение не только в обеих палатах Конгресса, но и Белый дом. Вот представьте себе, вот в такой ситуации мы сегодня находимся, и плюс к этому потрясающая, прекрасная инициатива Зеленского по проведению вот этой мирной конференции Швейцарии. Ребята, я вам прямо скажу, нам не надо многого ожидать, это не должно быть никакой эйфории от результатов этой конференции. И тем не менее, она очень важная, своевременная, и она будет иметь, по крайней мере, такой психологический эффект, показав, что Украина всегда была за мир. Но за мир, при котором будут обеспечены гарантии безопасности границ общепризнанных мировым сообществом. Каковыми являются границы Украины 1991 года? Точка. Никаких других разговоров. Вы говорите не ждите много, а мы тут думали над тем, что было бы очень символически, если бы на саммите мира Украине бы дали разрешение бить по военным целям на территории России. Сказали, теперь можно. Ну, да вряд ли, честно сказать, будет. Я, слава Богу, я рад, что Столтернберг, генсек НАТО, уже открыто говорит об этом, слава тебе, Господи, поздновато, это должно было быть еще в прошлом году, даже в первые дни войны. И многие другие влиятельные лидеры говорят об этом, европейские. Слава Богу, Европа зашевелилась, слава тебе, Господи. И тем не менее, давайте будем предельно откровенными, атакамсы большого радиуса действия производятся именно в Америке. Их не производят ни в одной другой стране мира. Поэтому атакамсы сегодня очень важны. Во-первых, Украина страдает сегодня в нехватке живой силы. Это надо признать, это первое. Второе, именно благодаря попустительству Запада, Америки прежде всего, обеих партий, я подчеркиваю, вот эти шесть месяцев нам так дорого дались, что потеряв тысячи жизней, Украина все еще держится, друзья мои, и хорошо держится. Более того, за последние вот пару, две-три недели удалось стабилизировать знаете, вот линию огня под Харьковом, к примеру, это примечательно. Поэтому сегодня у Запада нет выбора. Не должно быть промежуточных движений. Да или нет? У нас нет, не должно быть совсем. Потому что нет Украины, не будет Америки. Поверьте мне, я давно в этой стране, я знаю, что здесь происходит. идет борьба не просто, вы знаете, между лидерами или между партиями, абсолютно нет. Идет борьба между двумя Америками, двумя идеологиями. И Украина с Израилем является частью той самой идеологии, на которой была основана наша Великая Америка. И сегодня она подшатнулась из-за того, что внутри леволиберальное движение, подрывает Америку сильно вот этой своей марксистской социалистической теорией вседозволенности, к примеру. И это сильно влияет и на внешнюю политику и по отношению и к Украине, и к Израилю. Вот в этом наша беда. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос, с чего мы начали нашу беседу сегодня, что может произойти, почему так происходит, так вот факторы, которые я перечислил, это внутренние, политические, предвыборные, они существенно влияют на принятие решений в оказании помощи Украине до полной ее победы. И несмотря на то, что есть хороший такой признак, очень интересный, я прошу прощения, я не даю вам возможности задать вопрос мне, но я очень хотел бы на это обратить ваше внимание. За многие годы лидеры сегодня Китая, Японии и Южной Кореи встречаются. Это не без ведома Америки. Вот это очень важный фактор, ребята. Я уверен, что в повестке дня будут у них не только разговоры и обсуждения экономические, военные. Украина обязательно. Я в этом не сомневаюсь. Это может на что-то повлиять тоже. Но при этом я недоволен администрации Байдена. Почему? Потому что он бы мог вступить в прямые контакты с Си Цзиньпинем и принять решительные меры по вытворению этих варваров путинских за границей 1991 года и закончить войну путем дальнейших переговоров на международном уровне, глобальном уровне с тем, чтобы мы могли наконец-то вздохнуть облегченно. Но это предмет уже отдельного разговора. Та, и саме про подсумки цієї разговоры я сподіваюся мы с вами обовязково поговорим в нашем эфире уже за наступной нагодой. Дякуем вам, что долучилися до эфиру. Спасибо вам большое и слава Украине. Героям нашим слава. Дякую, что еще раз знайшли час и до наступной встречи в эфире. Кажу, руководитель окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкос про подготовку чергових шпигунів і інформаційних військових воєнних злочинців, про відкриття другого фронту, а також про те, що по Росії прилетають дрони і не дарма, тому що Росія планує випускати 6 тисяч шахедів на місяць. Борис Тісенгаузен, політехнолог, зараз з'являється, як я обіцяла на наших екранах. Борисе, привіт, рада бачити, дякую, що послухали разом із нами. Слава Україні! Росія планує випускали ілюзії щодо впливів, потух і розростання російських інформаційних важелі впливу їхньої цієї пропагандистської машини, яка і працює, на правду, яка свої щупальця запускає по всьому світу. Гляньте, будуть офіційно умгі мовчити. 24 студентів наберуть і ті дисципліни, які я озвучила, як найкраще, мені здається, демонструють не тільки мету цього навчання, а й мету подальшого існування путінського, кремлівського режиму і Російської Федерації воювати з усіма. Ну, це логічно. Інститут пропаганди потрібно взагалі строїти, не пропаганди. У них це все поставлено на поток. Тобто, я дивлюся, як російські ферми вмешуються, як стають определені фони, інформаційно-психологічні операції в соцсетях проводять. У них виходить, і тим більше, у них колосальний ресурс для цього є. Ну, да, Пригожин же і даже опекался этими, Ольгина і так далі. Тобто, він скупав ресурсы, телеграм-каналы. У нього був крупний медіахолдинг. Тобто, в Росії влияние через соцсети, через средства массової інформации умеють осуществлять. Я не исключаю. Вони і себя пытаються обезопасити. Вот, обратите внимание. В Росії же ТикТок, он работает інакше. То есть, он как бы считається отключённым, но он не отключён. Китай пошёл на встречу Российской Федерации і фактически отделил российський сегмент ТикТока от всего остального. То есть, у них сейчас ТикТок, грубо говоря, который на момент отделения, это когда? Это там года полтора назад было. Вот он у них новое, вони добавлять не могут, вони смотрят там всё по кругу, старое, там куча контента. И к ним туда ролики наши, українські, западні, проникати тоже не могут. То есть, его фактически для россиян закапсулировали. У них есть там целые туры сейчас, как поехать, карточку купить, привязать, перепривязать и так далее. То же самое с Ютубом. Вот они сейчас себя обезопасили таким образом, но лезут, естественно, ко всем остальным. Вообще, конечно, недооценка влияния аудиоизуального контента через соцсети это большой минус. Вот я, честно говоря, мы отлавливаем в том же ТикТоке огромное количество очень профессионально, манипулятивно сделанных роликов. То есть, на дискредитацию Украины, помощи Украине. Жаль, не могу здесь показать, у меня на телефоне, из которого я в эфир выхожу, есть ролик. Но потом пришлю, может, в следующий раз покажем. Это вот украинский генерал такой-то, это я вам просто пересказываю ролик. А это его любовница, она живет в Греции, у нее там 10 вилл и все такое. Ну, уже идентифицировали этих людей. То есть, фотку генерала реальную, а любовница какая-то вообще актриса, там непонятно. И вот все на польском языке. И вот готовы поляки свои налоги отдавать на виллы этих генералов. Это неплохо, да, сделано? Это кошмар. Так вот, ну, и Польша, яка так боролась с их агентурой, такими дипломатами, и всема. Вот как это воно так продолжает працювать? Ну, оно так работает. То есть, дело в том, что есть соцсети, где порог фейковости очень низкий. То есть, вы можете все, что угодно, тем более с появлением искусственного интеллекта, когда вот мое лицо, мои губы могут говорить любые фразы, хотя я этого не говорил. Да, нужно отмечать, что это создано с помощью искусственного интеллекта, но кому это... Ну, мы же видели кучу роликов, там, как и президент, и, ну, разные видные политики, говорят то, чего они никогда бы не сказали. Да, и Данилов був, и колишні президенти, и кого там ті, и Будана, а всех запихали, кого тільки можно, и разганяли росіяни. А вони ничего не маркуют. Ні, вони и на агентов, яких вони визнают, да, які против их режиму, там вони змушают маркувати. А тут вони ні, вони не маркуют. Для чого? Ну, і на агент, это, кстати, довольно болезненная история для тех россиян, которые против режима, но они узнаваемо і известны. То есть, как это работает? Там же і принят закон, що запрещені розміщення рекламы у і на агентов, ну, якщо просто так. Так вот, тепер, якщо ти популярний, але ти проти Путина, виехав за границю, і то ти не можеш, ну, понятно, что тебя смотрят россияне в большей степени, какие-то бренды, которые ориентированы на россиян, запрещено все. То есть лишают монетизации, ну, это их российские дела, это, значит, для них. А вот, что касается интересных вот таких событий, вы заговорили об ударах дронов, а я подготовил крайне интересную информацию. Я не сумнівалася навіть. Але удари дронами ми бачили, що прилітало під Балашихою, да, сьогодні. Також, ну, про вороні же установки, які ми напередодні обговорили, взагалі вже мовчу, по Луганську гатили ракетами. Водночас говорили ми, що це ж дуже багато і воєнних об'єктів різних, і такий вплив це матиме. Говорили з Миколем Маламужем, генералом армії, екс-очильником служби зовнішньої розвитки минулого години. І говорили також про те, що і психологічний ефект це матиме. Але, Борисе, яка цікава інформація є у вас, але водночас ми бачимо, що Росія 6 тисяч своїх дронів-шахегів планує в Алабузі виготовляти, а туди долетить знову. Да, туди прилітало, по-моєму, прилітало якраз знову, да, в цю особу економічну зону, прилітало. Я думаю, що в скором часі у нас буде щось посерйозніше, що буде туди літати. Кстати, вместе с ударами по вот этим Воронежам, РЛС Воронеж, сразу заговорили о том, що, можливо, Україна готовить ракетний удар именно по території России, тому що уничтожаються вот ці РЛС. Але, конечно, готовить, безусловно, я думаю, буде рано чи поздно, але дуже інтересний момент с цими Воронежами. Вот ці 2 РЛС, которые одна рядом с Армавиром, а другая недалеко от Орска, которые выведены из строя. Во-первых, вот что нужно понимать? Представьте себе Россию, вот как она есть, и 7 этих станций Воронеж, они стоят по периметру России, и у них вот угол, как они мониторят, во, о, супер, он направлен вот наружу. Так вот, обратите внимание, куда из Армавира и из Орска отправлены углы, они не в Украину смотрят, то есть чуть-чуть Черное море, акваторию Армавир цепляет, а смотрят они вот сюда вниз, и это в том числе Китай, то есть это не те системы, которые должны были засечь запуски ракет по России там из, грубо говоря, из стран НАТО. Нет, на страны НАТО, вот видите, из Калининграда смотрит сегмент, а на нас смотрит РЛС «Волга», которая стоит в Белоруссии, вот она на нас смотрит, поэтому крайне интересная метода выведения системы оповещения о ранних запусках ракет. Получается, что у России теперь огромная вообще дыра, она не видит все, что вот оттуда снизу может полететь и со стороны Китая в том числе. Приобретите внимание не со стороны США, НАТО. А вот она в чем интересная история. Это первый момент. Второй момент, там очень разволновались, потому что по большому счету это удар по системе ядерного предупреждения, ну, ранних запусков. А если ее нет, то что тогда делать дальше? А план Абонет снова? А самое интересное, что вот эти, это в 2005 году было принято решение Путиным модернизировать вот эти все системы оповещения, потому что он тогда понял, что НАТО ему не светит и надо закрываться, надо защищаться. Сворачиваться, пора разворачиваться. Да, пора как бы это разворачиваться точнее. А настроить эти системы, починить их за короткое время невозможно. Несколько лет ушло на модернизацию одной системы. Вот эти огромные радары, их починить крайне сложно, тем более с российскими комплектующими, там все, до свидания. Вот какая интересная штука. И по факту, если это слабая такая аналогия, то есть то же самое, например, с Ираном провернули, когда Израиль вместо удара возмездия снес ему системы противовоздушной обороны и показал, что знает, где они. И на этом все закончится. Это Путину такой сигнал предупреждения, что следующее, он только должен ядерный шмотан уже под мышкой таскать с собой, потому что мало ли что, главное, не перепутать шмотан тоже. Ну да, в який он, что он делает, а где ядерный там. Ну, можно одразу вси между ногами десь там снадобляться ему багато скоро подозрю. А как это, чему это цикаво, что на Китай, как это может скористаться, может и сам Китай, и что это взагалі демонструет, и чему саме ось сюда, яка развернута на китайскую сторону, было вражено? Есть предположение, вот в зоне достигаемости наших дронов всего 4 этих Воронежа находятся. А, 4 из 10? 4 из 10? Да, 4, да, Значит, один Воронеж стоит в Калининграде, то есть, если по нему пускать, там, ну, надо через Польшу, в общем, облетать далеко. Один вот там под Санкт-Петербургом и вот эти два, Армавир и Орск. То есть, есть ощущение, что достали туда, куда можем. А далец и на очереди под Санкт-Петербургом, я так понимаю? Так это будет вообще, если вывести эти два из строя, то Россия полмира не будет видеть запуски на ранней стадии ракет. Она не будет их просто видеть, потому что эти на 6 тысяч определяют. У них, значит, систему раннего оповещения, там два, две части. Вот эти Воронежи и спутниковая группировка. Но Воронежи, они должны, они там рассказывают, что видят объект размером с теннисный мячик, объект, стенднисный мячик видят, а дрон прилетает, не видят. Представляете, какая интересная ситуация? Ну, понятно, что там скорость и расчет, баллистика, дрон летит медленнее, ну, и так далее. Но такое, самое интересное оказалось, что эти дорогостоящие, я не побоюсь предположить, что миллиарды стоит вот эта система, настройка, они стоят без прикрытия систем ПВО, ну, или какие-то кривые систем ПВО их прикрывают. Так вот, это и есть сигнал нашим западным партнерам, смотрите, вот она их хвалена, ядерная безопасность, а какая у них, а ракеты у них в каком состоянии, что, что как. И еще один важный момент, Украина, Украина всему миру, ну, мы предположим, что это там нейтральные какие-то дроны прилетели, никто не подтверждал, но вот эти нейтральные дроны всему миру и западу показали, вы тут боитесь дать баллистическими или крылатыми ракетами разрешить бить по России, а дроны маленькие и гордые целую систему ядерной безопасности атакуют, а что дальше, и где угрозы, и где, ну, Рогозев вылез, правда, где красные линии, или что там, Путин что-то применил? Нет. Поэтому, вот, это еще раз, это очень важный сигнал, показать, что они там все сильно пугают, но по факту, когда прилетают в элемент, в том числе, ядерной защиты, ядерной триады, они ничего сделать не могу. Так что давайте убирайте свои красные линии и лупим по России за Большую, за Большую, за Великобританию. Ну, от бачите, чи не стают иначе вот такие эффективные удары, и при этом нулячая реакция Российской Федерации без ударей в азмездии, мотиваціей для того, чтобы этих стран ставало дедалі больше. И когда долучаться такие потужные гравцины, которые смотрятся еще с десяток стран, как Штаты, Немеччина и тоже скажут надо бить. Ну, конечно, именно Украина и фактически является драйвером этих процессов, потому что Украина придумывает ввиду, скажем так, заморозки, затягивания поставок помощи, Украина придумывает сама новые способи, новые виды вооружения, для того, чтобы разворошить немножко это сонное царство. Ну, не давали ракеты, не давали будем дронами НПЗ бить, не давали то, прилетают в элементы вот этого ядерного раннего предупреждения. То есть по большому счету Украина в данный момент показывает, что если вы на этом этапе решите нас кинуть, то мы будем воевать всеми доступными нам способами. Возможно, и так это уже делаем с вами, без вас и так далее. И нам будет плевать, значит, путинское ядерное оружие там находится или не там. У нас выхода не будет другого. У нас по большому счету хоть бери и делай грязную бомбу. Ну, а что делать? Отходы там, все дела, все есть. Поэтому если не помогаете, у нас стоит вопрос либо выживания, либо исчезновения страны. Поэтому будем драться, биться всеми способами. Разрешенными, запрещенными, нам плевать. Объекты ядерной триады, не ядерной. Может, хоть это вас, возможность Путина нажать на ядерную кнопку, может, хоть это вас взбодрит и заставит просто взять и поломать его, придушить его более жестко. Ну, то есть, мне кажется, оно так выглядит. И да, в большей степени мы сами здесь повышаем этот градус, ровно потому, что у нас другого выхода не остается. Если еще выход сдаться просто, ну, все сдать Путину, как он хотел, ну, и все. Знову відсилаємося до там, де він може знайти той факт, де мы сдамося. В першій частині назви Херсон. У нас буквально півтори хвилини, але министр законодательства Польши Радослав Сикорський не включает отправление въезд до Украины, каже, он это в интервью газеті Виборчий, напередодні Сирский, главнокомандующ ЗСУ, каже, Франция готова нам править инструктори, сегодня есть поправки на вітер, так би мовити, на вітер таких турбований наших партнеров и занепокоен душевных, потому что Министерство обороны и наши дают разъяснение, что французская сторона говорит, не выключаемо, но еще идут дискуссии, вопрос не решено. А что мает статися, что вопрос решилось? Инструкторы, это же не красные линьи. Ну, смотря как, да, я вообще уверен, что Россия, условно говоря, инструкторы, понятное дело, если будут соблюдать все методы предосторожности, тревога, спустились в укрытие, там и так далее, ничего с ними не приключится, тем более никто их на передовую, конечно же, посылать не будет. Тем более, параллельно с этим идет очень правильная дискуссия. А что если страны, граничащие с Украиной, Польша, например, вот условно говоря, инструкторы находятся где-то там на западе Украины, там Закарпатская область, где-то еще, и Польша закрывает своими силами зонтиком небо над областью, где эти инструкторы находятся, или областями. Вот уже параллельно идет такая дискуссия, мне кажется, это очень правильная дискуссия. Медведев, кто там, Лавров, Путин, которые говорят, что это Захарова, которые говорят, что это законные цели, то есть для них это все равно войска Франции, не войска НАТО, потому что это будет считаться там контингент французский. Но они же кричат сразу же, вот только инструкторы прибудут, мы их сразу будем по ним ракеты пускать. То есть вот как это будет трактоваться самой Франции, мне кажется, что это больше эмоционально втянет Францию и французов сопереживание в эту войну и та страна, по инструкторам, которой может быть нанесен удар или попытка этого удара, она еще больше будет вовлекаться в помощь Украине, еще дальше шагать, перешагивать эти все красные линии. То же самое, как было с эскадрильей Лафайет, идея та же самая была, американских летчиков взять во французскую эскадрилью, и их успехи, они все-таки способствовали тому, что там Штаты на стороне Антанты быстрее должны были вступить в войну. Вот примерно, ну очень условно, но примерно так. Дуже дякую, Борисе, дякую вам за ці розъяснення. И 30 секунд, а мы обещали, что мы дизнаем, что там отбухало в Алуште, в Криму, чи відомо, что еще до завтра откладемо? До завтра нет, пока там информации какой-то достоверной. Добре, тримаем руку на пульсе. А что в конце мы забыли сделать? Сказать, что сегодня выйдет как раз про эти все ядерные моменты программы у меня про несколько случаев в истории, когда чуть было не нажали ядерную кнопку, в том числе Лельцин. Это будет интересно. Поэтому подпишитесь на мой канал, либо на Ютубе очень просто Борис Тизенгаузен, либо вот здесь в описании, если вы нас на Ютубе смотрите, с синими буквами Тизенгаузен, просто на эту надпись нажимайте. И, конечно, сразу на канал на котором вы нас сейчас смотрите. Обязательно подпишитесь. Дякую за рекомендацию. Так, просто зараз прямая трансляция была и на Ютубе також в нашей разговоре в прямом эфире 24-го. Дуже дякую, Борис, вам за ці розъяснения, за рекомендации и вашу невпинную работу. До завтра. Завтра бачимось в нашей звичной рубрице. Борис Тизенгаузен, политехнолог. Дякуємо ему за то, что он уже больше року щодня разом із нами. Это прекрасно просто. Продолжение следует...